А тем временем мы уже продолжим обсуждать тему, на этот раз уже с заместителем министра сельского хозяйства Крыма Алимия Зарядиновой. Доброе утро! Доброе утро! Надеюсь, вы удачно к вам добрались. Да. Ну, а тогда расскажите, пожалуйста, вот комплексное развитие сельских территорий, да, вот с 2020 года сельские жители смогут брать в банках льготные кредиты. Какие условия изменились, как-то условия, да, вот для них поменялись? Или это новшество? Это новшество, да. Если льготным кредитованием раньше по нашей программе могли пользоваться только сельхозпроизводители... А почему он считается льготным? Потому что есть ставка, не выше которой должен банк предоставлять кредит, а разницу возмещает ему государство. То есть теперь житель сельской местности может взять потребительский кредит для того, чтобы построить либо реконструировать системы водоснабжения, газоснабжения, всю инженерную инфраструктуру, которая нужна для обеспечения дома своего. То есть на конкретные вот только, да, нужны? Да, на конкретные цели. А технику, допустим, на закупку техники нет? Нет, на закупку техники это обычный кредит, который, ну, потребительский кредит. Именно льготное кредитование для жителей села на инженерную инфраструктуру, а для всех жителей Российской Федерации, если они изъявили желание построить или купить дом в сельской местности, они тоже могут взять ипотечный уже кредит, ставки от не более 3%, но не менее 0,1%, это очень хорошее условие. Не более 25 лет выдается кредит. 0,1% это же вообще, да? Ну да, это на, смотря какие условия у человека и какой банк будет кредитовать. Сейчас отбираются банки, которые будут в этом участвовать. Ну, обычно во всех этих программах участвует наш банк РНКБ, поэтому я так думаю, что он тоже будет. Давайте вот меньше цифр и больше историй. Допустим, есть ли уже случай, когда человек проявил желание такое, вот чтобы мы могли рассказать. Вот, допустим, у нас есть там, ну не будем имя называть, скажем, Василий в селе, в общем, Петровка, там, где-нибудь в Симферобольском районе, вот решил себе сделать канализацию. Он решил заплатить столько, в итоге ему это обойдется в столько. Есть вот пример? Он может взять кредит, 250 тысяч на 5 лет, и построить себе канализацию. А ведь нередко тоже в приличную сумму, да, может выйти? Это тоже опять же эти работы, правда? Ну, конечно, это стоит огромных денег, в принципе, особенно для сельских жителей, где заработная плата не такая уж высокая, поэтому для этого и сделано, для того, чтобы, во-первых, привлекать молодежь в сельскую местность, чтобы они оставались и работали там, ну и помочь жителям сельской местности. Я вот слышал, что есть еще какие-то, да, вот, вы прежде говорили, меры поддержки. Меры поддержки в сельском хозяйстве, конечно, очень много. Ну, именно вот, что входит в комплекс развития сельских территорий. Да, что касается именно граждан, физических лиц, то вот в рамках нашей программы они могут приобрести за средства в виде социальной выплаты приобрести дом, либо построить дом. Но по этой программе они должны живыми деньгами 30% предоставить своих, а 70% уже выплачивает государство. Но в большинстве случаев 30% сельские жители выплачивают за счет материнского капитала. Насколько часто наши сельчане, да, обращаются как раз-таки за такой поддержкой? Становится ли она популярнее? То есть, возможно, как раз-таки проводится просветительская работа о том, что вот есть такая возможность? Да, конечно, обычно выделяется определенная сумма на субъект, и у нас никогда не остается свободных денег. Все средства направляются. Желающих очень много, к сожалению, не всегда бывает достаточных средств. Да, даже так, да. Даже так. Мне про строительство дома стало вообще интересно, я там прям даже задумался. То есть, по факту, это нужно обязательно переезжать, или сам житель села, допустим, начал строить дом? А прописка нужна именно сельская? Да, вот по той программе, о которой я говорила, 30 на 70, то есть он должен не только жить в сельской местности, но и работать в сельскохозяйственном предприятии. А как он будет жить в сельской местности, если он хочет строить дом? Подожди, так если, ну, допустим... Он должен работать в сельской местности и на сельскохозяйственном предприятии, либо на предприятиях социальной сферы, то есть школы, больницы, детские сады. А вот если он хочет взять кредит на строительство, либо приобретение, то это может сделать обычный житель. или даже городской, но приобрести дом он должен в сельской местности. Если у человека ИП, он может участвовать в этой программе? Да, конечно. Да, может, да? Так вот, получается, тоже, как идет расчет? То есть, чтобы дом построить, это же, в принципе, мы понимаем, что это нужно сделать расчет всех стройматериалов, допустим. Или, допустим, есть какая-то определенная сумма, которая ограничена. 70%? Кредит ограничен? Нет, я имею в виду сумму, там, допустим, кредит не может быть. Кредит не более 3 миллионов. Кредит не более 3 миллионов. И есть еще небольшое условие, что 10% человек должен воплотить сам. То есть, 10% на приобретение дома он должен воплотить. Это сразу первичное, да, наверное? Да, да. Покупка участка входит в это или не входит? Да, входит. Можно приобрести земельный участок. Это достаточно доступная. Это очень хорошая программа. Она вот только сейчас, с 1 января, вступила в действие. И уже много людей, да? У нас уже есть звонки, да, сейчас люди читают, информированы. Поэтому поступают звонки, и мы консультируем. Вот сколько на это выделено средств, и сколько предполагается, что по этой программе людей примут участие? Ну, по льготному кредитованию специально для субъекта средства не выделяются. Так как выделяется определенный лимит на возмещение банку потерь от того, что он кредитует по льготной системе, поэтому эта сумма будет определяться. Ну, обычно достаточно, всегда нас финансируют, и при нехватке средств мы просим дополнительное финансирование. То есть, с этим проблем не будет абсолютно. Я не совсем разобрался с процентами. То есть, вы сказали, что 30, получается, человек 100 процентов, ну, как бы оплачивает 70 государства, и 10 процентов это еще... Нет, это две разные программы. То есть, льготное кредитование, ипотека. Это он оплачивает 10 процентов и берет кредит, в 3 миллиона оплачивает. А есть отдельная программа на приобретение непосредственно уже живыми деньгами. 30 процентов оплачивает сам, 70 оплачивает государство. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли и рассказали. Теперь, по крайней мере, люди могут знать, как они могут приобрести жилье, и при этом сэкономить за счет государства. Да, конечно, и за консультациями они могут обращаться в министерство, мы проконсультируем, будем работать. Спасибо. У нас в гостях была Алимия Зарединова, замминистра сельского хозяйства Крыма. Ну а тем временем очень популярно сейчас не только читать в интернете о том, как можно приобрести жилье по льготным программам, но и вообще, как можно что-то купить, но при этом не обмануться. Именно поэтому предлагаем посмотреть вам наш следующий сюжет.